МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оп! Не видно, Валерка? Поехали! Полиция, полиция! Дай ты шмальнуть. Я дело в том, чтобы с пяти минут миллионерша, богатая женщина. Я в Киев переехала, переехала. На работу устроилась? Устроилась. Осталось только купить квартиру и машину. Всего-то делов, понимаешь? Уйдем с девочками в автосалон, молода. С ветерком поехали! Чувствуем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я пешком быстрее дойду до автосалона. Спасибо. До свидания. Значит, посмотри, какие узкие улицы. И они стали еще уже, благодаря чему? Я рассказываю. Благодаря вот этому ряду припарковавшихся. Понимаешь? Оно вот это бедненькое, оно, может, и ни при чем, оно не виноватое. Оно просто не мает ему где парковаться, а город не позаботился. А я, Валера, буду звонить, а я, Валера, буду разбираться. Итак, в номинации «Найсумленнейший бидловодей року» выиграет... Валера, сядь, сядь. Ты хоть позаботься о том, чтобы мусорник тебя потом набрал, чтобы выпарковаться. Гулливерусе парковочка? Ну, платная. Ну, боже, как иначе, ты купил машину, должен иметь деньги на ее обслуживание. А все паркуются вот тут. Здравствуйте! Открывайте векно! Давайте! Мужчина! Тут нельзя парковаться, а еще ли мы? О, там платная парковка, Гулливер! Я могу вам дать 20 гривен, если у вас нема грошей. Дать? Еще одна гнида. Та на вас не напастешься! Тут нельзя парковаться, по секрету вам скажу. Я в курсе. А, вы знаете? А чего же вы нарушаете? А вот все, подземная парковка платная. На-те 20 гривен, может, у вас нема просто денег на парковку? Не надо. Та, ради бога, мне не жалко. У меня есть. Я приехал на 5 минут, мне заезжать на подземную парковку. Вы тут стоите уже 20 хвилин, мы за вами наблюдаем. Молодцы, наблюдайте дальше. Нашу вы нарушаете? Дядя Петя, ты дурак? Не знаю, как так можно делать, чтобы подъехать. Парковавшийся ряд машин. Тут их штук, наверное, 20. З порушениями тут знак, что нельзя парковаться. Рядом платная парковка, а они стоят. Мы просекали годину. И полиция не приехала, ты понимаешь? А я больше ждать не буду, Валера. У меня нет времени. У меня автосалон закрывается через полтора часа. Валера, Валера, я нашла для всех тех миллионов в этом городе, кто буквально на 2 минуточки паркуется, не по правилам. Первые 15 минут безкоштовно. Это значит бесплатно, это значит даром. Это значит не надо денег никаких. И до 3 часов потом 20 гривен. А еще глянь, сколько свободных мест. Так что не надо, мне тут ля-ля. Все, я на вас натравлю полицию. Это же здание, только с другой стороны. И посмотрите, сколько машин припаркованных на полосе, где должен двигаться общественный транспорт. Тролейбус, бедолага, только что вообще не по своей полосе поехал. Воно, бачите, троллейбус, автобус намальован. Ага. Ну я понимаю, вы тут дурочки всякие припарковались. То есть вы подумали, что можно вообще? Нет, я Светланка. Кира. Да, у нас взагалі очень большая проблема с парковками. Поворачиваешь, и там подземная парковка 15 минут бесплатно, 3 часа 20 гривен. Ага. И около 200 свободных мест. И? Дергайте ногу, скажу, вы стоите не на своем месте. Ну, я понимаю, что мы стоим, но не только мы стоим. Я вообще думала, что вы меня узнали. Нет, я вас не узнала. Звезда в шоке. Это полоса для громадского транспорта, это не парковка. Я понимаю. А что? Ну, только тут дозволяют парковаться, тут паркуются. А кто дозволяет? Ну, а кто дозволяет? Ну, а кто дозволяет? Кто дозволяет? Помоги найти Даше, кто дозволяет. Вы видите его? Где? Не буду нарушать. Ну, так вы парковаетесь. Все не будут нарушать. До свидания. Хорошо. Не-не, вы парковаетесь. До свидания. До свидания. До свидания. Понял? Да не-не-не, стоп, заждите, но тут нельзя парковаться. Вы парковаетесь. Я знаю. Валера, я нельзя. Я бессильная, полиция не приезжает. И тут, я так понимаю, ничего с места не сдвинется, потому что когда все перестанут нарушать, тогда и я. Ой, как удобно. И, походу, у всех такая точка зрения. Ты знаешь, Валера, я вот вспоминаю свою жизнь, когда я пешеходом была. Ну, обычным, простым. Вот была я счастливой, беззаботной женщиной. Рассказываю, чего? Я бы раньше вот тут, чтобы на этом месте увидела. Просто кусок асфальта и красивые оранжевые конусы, да? Ну, можно сказать, арт-объект. А на самом деле, Валера, это вопиющий случай. Это аннексия проезжей части. Самая настоящая. Я щебачила, как зеленые человечки ставили вот эти конусы. Дело в том, что я думала, что конусы только мое оставить право полиции. У нас полиции в городе мало. И что я подумала, им надо помочь работать, если мы на кучу свободного времени, знаешь? Это мне надо витати. Спокойно, мужчина, что вы делаете? Стоп, стоп. Опа, вызываем полицию. Теперь сюда. Препятствия журналистской деятельности, друзья. Да, вот такие таблички можно. Такие таблички имеют право, конусы, безусловно, на певно, что нет. Нет, так? А за это есть какой-то штраф? Нет, нет. Нет штрафа за эти конусы? Нет, нет. Страшно забрать всех автомобилей и пешку, чтобы все ходили. Кажешь, что нужно забрать всех автомобилей, чтобы все пешки ходили. Я с вами согласна. Я, наверное, на велику буду ездить. На метро. На метро. Выворачивай, выворачивай. Молодец, молодец. Вы же понимаете, пока сама не разбираешься в ситуации, никто не разберется. Давай. Спасибо. Пожалуйста, счастья, здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Я до вас бегала. Я извиняюсь, что опоздала. Я место на парковке держала тут Кличко. Ага. Мы громадская организация. Конус вперед. Мы слышали, что с 29 вересня 7-го. И, Валера, я тебе сказала 7-го. Новые правила. Вступили в закон. Правила? Закон, да. Вступил в закон и должны были вступить инспектора. Решение Киевсовета. Принято решение о создании инспекции при Департаменте транспорта и инфраструктуры. Уже тяжело мне воспринимать информацию. Я же женщина. Мы планируем, что ударная группа в количестве 15 человек должна будет выйти уже к Новому году. 15 человек? Не весь город? Нет. Только на первую зону. Мы говорим о первой зоне. Это Перчерский район. А сейчас уже что сделали за этот месяц? Чем можете похвастаться? Ну, давайте скажем. Похвастаться мы можем многим чем. Но мы хотели бы показать готовый результат. Потому что оценить наши промежуточные работы, наверное, сможет только наше руководство. О том, что мы как мы делаем. А вы зам-зама, да? Зам-зам-зам-зама. К Новому году мы планируем выпустить порядка 15 человек. К Новому году аж 15 человек? Да. Мы говорим опять же. А сегодня какое у нас число? 31 октября. Вы-то полицию запустили за полгода. А вы 15 инспекторов запускаете три месяца? Про инспекцию. Формируем картинку инспектора. Портрет инспектора. Вы уже много рассказываете. Что надо человеку? Высшее образование? Что еще, чтобы прийти до вас? Это образование гражданин украинский. Я же не случайно в этом конусе. Мы громадская организация «Конус вперед». Ну, это мы придумали, еще не зарегистрировали. Нет. В каком случае конус имеет право стоять на дороге? В каком случае человек и какой имеет право ставить той конус? Конус может стоять на дороге, только если его поставят або полицейский, або тот, кто выполняет какие-то ремонтные работы на дороге. Это тоже согласится. То есть, обязательно все ремонты на дороге… Вам машка на каждый конус повезет? Абсолютно верно. Хорошо. А на парковках мают право? Да, так же не мают право. По Киеву все парковальные места, где мы видим знак «Парковка», там конусов никаких стоять не может. Вот эти конусы мы ездим, мы их получаем, мы их получаем, мы их получаем, но они их снова выставляют. Ну, ресурсов столько нет, их же много. Что такое ресурсов? Полицейского человека? Полицейского, так. Полицейских столько нет, чтобы их все получили. А что же делать? Давайте больше полицейских тогда. Ну, давайте. Идите в полицию. Я? Вы что, истиньтесь, я вам разрушу всю структуру изнутри? Та ладно, она же, знаете, сколько всех хотела нас разрушить. Не получается? Не, она выходит. Я иду, такая женщина неравнодушная к тому, что вокруг происходит, знаете. Я иду, смотрю, паркуется, как, ну, как, чтобы не мочекнуться. А она стала, зараза, в полосе там, где ездят тролейбусы, и хоть ты ему стреляй. И вызываем полицию, что вы думаете? Но стрелять здесь тоже не можно. И полиция толком ничего сделать не может, да? Слушайте, Юра, мы с вами уже почти друзья, да? Ну, сколько стоять, болтать, а херня всякая. Дайте шмальнуть. Шмальнуть, шмальнуть. Из чего? Из пистолетов? Да, а из чего еще? В тюрь нас придет и дам. Вот, как вы думаете, как разумная людина, как начальник патрульной полиции, что, чем его научить, что, как ему в голову вбить эту информацию, что надо быть хорошим человеком, а не гамном? Штраф подняти. Сейчас закон поменяют, что будет легче штрафовать, не нужно будет, например, водителя ждать. Когда это будет? И так произошло, ну, ждем, что закон подписали, когда будет вот... Мы уже три недели снимаем этот выпуск, и все все ждут. Короче, Валера, что я хочу тебе сказать? На херам не та машина, если у меня денег впритык исключительно только на нее. На бензин, на парковку, на эти всякие техосмотры. Ну, нема в меня денег, нема. Но мне кажется, что в этом городе понимаю ситуацию только я. Чего ты кричишь, ты сумасшедший! Чтобы скинуть с себя ответственность, Валера, конечно, можно обвинить полицию, начальника полиции, чиновников, конуса, в конце концов. Но, на самом деле, сейчас я вам скажу правду, и вам это не очень понравится. Все-таки надо начинать с себя. Борода-то ситуация. Боже, Валерка, глянь, какие виды грамадского. Красота, конечно. Пока я вот дивлюсь на колокольню, и не могу вспомнить, что я забыла. А, жмите на колоколь и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok